Этой осенью в Барнауле обещают открыть сразу два крупных торговых центра. Уже сегодня эксперты утверждают, что большая часть розничного товара оборота в краевой столице приходится именно на торговые сети и лишь 20% на рынке. Ну а вот они, похоже, переживают нелегкие времена. По данным всероссийских исследований, количество торговых мест на рынках сокращается каждый год. Почему и чем удобнее воспользоваться современному покупателю, мы решили сегодня обсудить с заместителем председателя Комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросом труда администрации Барнаула Наталья Ичмирова. Наталья Петровна, здравствуйте. Добрый день. Ну и так, в Барнауле совсем недавно начали в очередной раз носить очередной рынок, новый рынок. Скажите, пожалуйста, почему и на каком этапе эта работа? Ну, во-первых, новый рынок, как был, так он и стоит на своем месте. Вы имеете само здание. Да, и само здание. И на той территории, которая принадлежит рынку, все объекты сохранены и стоят. А то, что касается тротуара по улице Пионеров от проспекта Ленина и до нового рынка, вот здесь просто была освобождена эта территория, которая является тротуаром, то есть это место общего пользования. Долгое время там располагались палатки, к рынку они не имели никакого отношения. То есть территория занималась предпринимателями, сдавалась эта территория в аренду. И 1 августа договор аренды, который продлялся ежегодно, прекратил свое действие. Всего-навсего. Насколько болезненна была эта работа? Ведь все-таки люди сложно бывает объяснить, я понимаю. Работа проводилась той компанией, которая данный участок был сдан в аренду. Предприниматели были предупреждены. Естественно, что, наверное, не всегда хочется расставаться с тем местом, где уже длительное время люди работали, приторговались, как говорят. Но пришлось освободить территорию. Что на этой территории будет? Просто пешеходный тротуар. И в дальнейшем планируется на следующий год проведение работ по реконструкции улиц и ее расширения. Сколько в Барнауле в целом рынков и каковы перспективы? На территории города в соответствии с законом работают 7 розничных рынков. Из них 3 сельскохозяйственных, 3 универсальных и 1 специализированный. Их тоже будут убирать? Нет. Рынки как работали, так и работают. Никакой цели нет. И нигде в законодательстве не прописано, что рынки необходимо убирать. Во-первых, мы край сельскохозяйственный. Есть у нас очень много сельхозтоваропроизводителей. Есть у нас и дачные участки. Поэтому места для торговли вот этой продукции у нас в городе обязательно должны быть. И, как вы знаете, летом у нас открылся новый рынок. Это рынок Янтарный в индустриальном районе, где также, вы помните, у нас болезненно проходил перенос временных сооружений с так называемого рынка урожайного. Но процесс прошел, выстроился новый рынок. И горожане, жители индустриального района могут пользоваться услугами в современном здании, где есть ветеринарная лаборатория, которая обеспечивает контроль качества за той продукцией, которая продается на этом рынке. И на следующий год у нас откроется еще объект рыночный. Это на улице Взлетной 2К. Татьяна Петровна, но людям, которые уходят с улицы, скажем так, им предлагаются какие-то альтернативы под крышей? Естественно, есть альтернативы. Или они сами себе должны найти? Естественно, есть альтернативы. И альтернатива была возможность тех предпринимателей, которые ушли с улицы Пионеров, встать на территорию нового рынка и продолжать. И часть из них туда именно и перешла. И на сельскохозяйственном рынке по улице Северо-Западная 6 также есть возможность пойти и работать на рынке космонавтов. Также альтернатива. Или найти себе место в капитальном здании, где-то в торговом объекте, уже в тепле. И предоставлять качественные услуги покупателям. Хорошо, но за это удобство, вероятно, придется и заплатить побольше. Сколько стоит? Насколько отличается арендная плата? Знаете, по квадратному метру. Арендная плата практически не отличается. За торговую палатку платили столько, то есть квадратный метр на улице, он стоит практически столько же, сколько можно снять помещение в капитальном теплом здании. Единственное, конечно, 4 квадратных метра вряд ли кто-то будет сдавать. Здесь немного придется арендовать большую площадь. Но вот эта разница, она в итоге не скажется на кармане покупателя? Или это не будет заложено в цену? Рынок диктует, мы живем с вами в рыночной экономике, и рынок диктует условия продажи товаров. То есть сегодня огромный выбор в торговых центрах товары, одежда не дороже, чем на рынках, а порой даже дешевле, проходят различные акции, дисконтные карты и так далее. И уже сегодня молодежь переориентирована на торговые центры, мало кто покупает на улицах города на рынках. Рынок центральный, Старый базар, уже, если не ошибаюсь, в 15 раз выставляется на продажу. Почему до сих пор не могут найти покупателя? С чем это связано? Ну, ни разу не было подано заявки, поэтому сложно сказать, почему, что не устраивает желающих, а может быть кто-то потенциальных покупателей. Но я думаю, что каждый объект у нас в городе в итоге продается, и найдется тот, кто заинтересован в приобретении данного объекта. Общаясь с некоторыми предпринимателями на эту тему, услышала мнение, что, быть может, слишком поздно начали его продавать, потому как сейчас конкуренция очень высока рынкам, это какие-то крупные торговые сети, не будем их называть. То есть они фактически заменяют эти рынки. Может быть, действительно нужно было начать раньше? Как вы считаете? Может быть, может быть, стоило начать раньше, когда у нас не было столько площадей торговых, которые имеются сегодня. И потом мы знаем, что основное количество жителей у нас проживает в индустриальном и Ленинском районе, где выстроены современные комплексы торговые, и жителям очень удобно в спальном районе, не надо никуда ехать, в своем районе пользоваться услугами. Что касается стихийных рынков, есть ли какие-то методы воздействия, штрафы, санкции? — Предусмотрены, конечно же, штрафы, но они, к сожалению, не пугают наших продавцов. Стихийные рынки у нас такого и нет. Есть отдельные места, где жители выходят и начинают торговать. То есть в неустановленных местах мы проводим рейды, штрафуем, наказываем. Но, к сожалению, не всегда удается, так сказать, повлиять на ситуацию. Но рейды как продолжались, так и будут у нас продолжаться. Будем наводить порядок. — Если в рамках нашей беседы представить город будущего, когда и как Барнаул должен выглядеть в этом плане? — Город будущего. Ну, хочется, чтобы всегда светило солнце над нашим городом Барнаулом. Чистый, ухоженный город в цветах, какой он у нас бывает в летний период. Современные здания, строения. Наверное, город будет меняться в лучшую сторону. — Что касается рыночной торговли, она у нас останется у уличной торговли? — Нет. Здесь надо так сказать, что те рынки, которые являются универсальными, уличной торговли у них нет уже сегодня. А сельскохозяйственные рынки в соответствии с 271 законом должны уже с 15 января убрать свою уличную торговлю. Но сегодня в Государственную Думу внесены поправки в этот закон, который предполагает, что на сельскохозяйственных рынках уличная торговля должна оставаться. И приоритет, конечно, должен отдаваться сельскохозяйственной продукции тем товарам, которые выращиваются у нас на полях и в садах, и огородах. — Наталья Петровна, благодарю вас за беседу. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Ждем вас в нашей студии снова. — Всего доброго. — Мы беседовали с заместителем председателя Комитета по развитию предпринимательства потребительскому рынку и вопросом труда администрации Барнаул Натальей Чмиревой. Ну что ж, за цивилизованную торговлю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова